Дарья, сейчас во время просмотра сегодняшнего Утро Славы, в момент, когда Андрей говорил за воскрешение, я вспомнила. Мой муж через меня сын, сам ещё этого не знает. Он работает в похоронном доме. Так вот, поступил он вызов на адрес. Новорожденная девочка умерла. Нужно забрать тело. Приезжают, скорая там. Констатировали смерть. Мать в горе. Мой муж заходит в комнату, где находится тело, закрывает за собой дверь, берёт ребёнка за ноги вниз головой и встряхивает. Ребёнок после двух манипуляций закричал. Что это, как ни чудо! Явление нетления и духа животворящего в действии. Елена. В понедельник после обеда я почувствовала недомогание, а вечером уже и наутро проявились симптомы по полной программе. На работу я всё же пошла, надела маску, но проработать смогла только полдня. Отпросилась и ушла домой. Всё это время я не принимала и не соглашалась с этой ложью. Но к вечеру уже температура, нос течёт, глаза слезятся, и я обнаружила, что пропало обоняние и не чувствую вкуса. Всё, тут же пошли всякие мысли. А я смеюсь и говорю, нет, я не верю, не запугаешь, я не боюсь и так далее. Включила молитвы Андрея, приняла причастие. Ночь почти не спала, то чихала, то кашляла. Утром проснулась, температура держится. Ну, думаю, без антибиотиков не обойтись. Уже приготовила, но в последний момент нет. И приняла причастие. Иду на работу, и мне на ходу становится всё лучше и лучше. Захожу в кабинет, и чудо, я слышу запах кофе. В общем, нос в полном порядке. И самочувствие отличное. Сама в шоке, как будто ничего и не было. На работе говорят, а чем ты лечилась? Все удивляются, как такое возможно. Вот какие бывают чудеса. Какое счастье быть сыном. Спасибо, отец. Слава. Слава тебе, любимый папочка. Спасибо, Андрей и Оля. Любовь. Слушала сегодня эфир от 1 марта 2023 года. Утро славы. Несколько раз за день. И произошло исцеление от сильного кашля. Чем только я не лечилась. Сиропы, таблетки, горчичники, грудной сбор и так далее. В транспорте не могла спокойно ехать. На меня люди косились и говорили, маску надо одевать. Спасибо, папе, Андрею и Оле за поток животворящий. Светлана. Андрею и Оле. Огромное спасибо за эфир утра славы, который был 1 марта. Спасибо, огромный отец. За этот подарок, обновление юности, за воплощение молодости. Это что-то. Восторг. В среду смотрела, но отвлекали. Да еще и сонная была. Так как ночами почти не сплю что-то в последнее время. И вот сегодня приехала за город. Одна в доме. Легла спать. Включила сначала молитвы Андрея. Вместе с ним тоже помолилась. Но не спится. Думаю, надо длинный эфир включить пастора Андрея. И тогда усну и высплюсь наконец-то. Попался эфир от 1 марта. Ну и началось. У меня ночью веселое утро славы. Так смеялась. Не то слово. Ну и, конечно, делала все, что пастор говорил делать. На шее было много маленьких попелом. Исчезли почти все. Аллилуйя. Слава, Отец тебе. Во веки веков. В общем, шея молодая. А была морщинистая, потому что мне по паспорту в этом месяце 59 лет. А шея сейчас на все 18 лет. Я так мечтала, чтобы шея у меня подтянулась. На лице ни одной морщинки. Вот круто. Еще эфир не закончился. Говорю, ага. Если даже у орла появился новый клюв, а мы вообще сыны Божьи, требуй нам новые целые зубы с крепкой эмалью. Потому что Отец в лице Андрея нам высвободил. Так пусть будет плод. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Отец. Ты такой Отец. Аллилуйя. Нурия. Вспомнил еще одно важное событие, которое произошло в 2021 году. Было дело так. В самом начале школы на курсе созерцательной жизни в 2020 году встретила сестру из бывшей церкви. Обычно они шарахаются, как от прокаженной. Но с ней, да и со всеми я была в хороших отношениях. Я ей рассказала про причастие, но страх был сильнее ее. Как раз молодой красивый сын ее болел раком. Предлагала слушать, но не убедила. Вскоре сын умер. А в феврале узнаю, что у нее по колено отняли ногу. По причине диабета гнила нога. Как раз в 2020 году мы молились за женщину из соседнего города. У нее такой же был диагноз. Готовили к операции отнять ногу. И слава Богу, операции не понадобилось. Зажила. Даже на работу устроилась. Вот таким образом религия убивает людей, обрекая на немыслимые страдания. Райхон. Мои радостные события. Отец благословил поездкой на уединение в Алмату в феврале. Будучи дома, я ходила в духе на это уединение и высвобождала помазание чудес, источала ту, как учит Андрей. Первый день прошел в славе Отца. И вот на второй день уединения мы проходили через портал. Нуржамал и пастор Сакен помазывали каждого, высвобождая пророческое слово. И многие ходатые молились. И где-то через час я узнаю, что человек простил мне финансовый долг в 50 тысяч сом. В тенге это составляет 250 тысяч сенге. Аллилуйя. Слава Отца проявлена. Видимо. Очевидно. Ощутимо. Отец. Такой отец. Еще час я ходила в такой эйфории, пытаясь понять и поверить. Я захлебывалась от радости, что неужели это происходит со мной, и мне прощена такая сумма. Но перед отъездом я все-таки не сдержалась и засвидетельствовала на уединении, что мне простили 50 тысяч сом долг. По приезду домой в Бишкек я решила сдать анализы. Хотя я не люблю это делать, как и ходить к врачам. Но из-за возникшей сложности в голосе пришлось все-таки это сделать. К моему огромному удивлению, анализы показали, что у меня сахар. До этого я уже не помню, с каких пор я ловила себя на мысли, что у меня сахар повышен. Так как появлялась сухость во рту, сильная сухость губ, хотя воды пью достаточно, и некоторые симптомы, указывающие на сахарный диабет. Но я внутри себя это как-то отталкивала, не принимала эти симптомы. Но хотела узнать, сдав анализы, что с этим у меня все в порядке, что нет у меня сахара. Но дойти до врача так и не нашлось времени. Я слышала от сестры обо всех таких симптомах диабета, так как у нее диабет. Когда я узнала, что у меня повышен сахар, подумала, не может этого быть. Еще внутри я подумала о том, что я же с отцом одно. Врач сказала, что прежде чем ставить меня на учет, нужно снова пересдать анализы. И мне пришлось еще на один день задержаться и остаться в гостях у моей старшей сестры, так как же я живу в самом городе, а сестра в селе, и по прописке я там должна сдавать анализы. Я никому из родных не сказала о своем высоком сахаре. Просто сказала, что напутались с анализами и поэтому пойду пересдавать. Вечером сестра предложила выпить вино, а был у нее вина один целый фужер. Я согласилась, и она разлила его на два фужера. Из меня пошло побуждение принять причастие, а мои родственники считают себя мусульманами и живут по мусульманским законам, обычаям и традициям. И также знают, что я верующего Иисуса, но не принимают и даже против. И я преломила хлеб и дала сестре. Она взяла, и я спросила ее, знаешь ли ты, что совершил Иисус на кресте? Она ответила, что знает. И я снова спросила ее, а знаешь ли, что Он воскрес на третий день? Она снова ответила, да. И тогда я ей коротко рассказала, что произошло на кресте, и что теперь мы, принимая Его тело, хлеб и Его кровь, вино, сами становимся Его телом и Его кровью. И принимая, мы вспоминаем, кто мы, кто я, кто ты. И перед принятием, после моей молитвы, она тоже подхватила и помолилась за это причастие, за меня, за себя. Она молилась так, как молится зрелый христианин. Я была в шоке и даже заслушалась ее, и мы приняли причастие. Я в течение 12 лет мечтала и ждала, чтобы мои родственники верили в Иисуса, принимали меня с моей верой в Него. Но этого не было, и тут такое. Я вообще сидела и думала, что происходит. Человек, который отвергал меня из-за веры, которая была против моей веры и так далее, а теперь принимает вместе со мной причастие и слушает Слово, это так здорово, как Дух двигается. Это так классно, когда все легко, и ты не напрягаешься. Аллилуйя! Слава Отцу! На утро снова сдала анализы. И что вы думаете? Результат показал, что у меня сахар в норме. Аллилуйя! Слава Отцу! Спасибо Отцу за Андрею и Олю, что явил в них и через них себя и Иисуса. Огромное спасибо пастору Андрею и Оле, что делитесь и раздаете нам все то, чем наделил вас Отец, что учите нас всем фишкам, всему тому, что работает. Спасибо за вашу любовь к нам, за ваши сердца. Люблю и благодарю. Выражаю огромную благодарность Нуржамал, пастору Сакену, за ваши молитвы и движения в духе помазания и всей команде ходатаев, за ваше служение, ваши сердца, за вашу любовь, за ваше приготовление на уединении. Спасибо! Райхон, помазание течет и не заканчивается. За квартиру должна была оплатить еще 24 февраля, а сегодня уже 2 марта. И утром думала, что нужны финансы, чтобы купить продукты и еще оплатить за квартиру. И поймала себя на мысли, что хозяйка-то ни разу не позвонила с вопросом, почему до сих пор не перечислила деньги. И мне стало так легко от того, что она не звонит и не теребит меня, но понимаю и хочу оплатить. А отец, такой отец, к обеду продукты дал, а к вечеру вот недавно и деньги прилетели, и точно та сумма, которую нужно оплатить за квартиру. Аллилуйя! Такая слава отца, просто не передать. Спасибо! Спасибо, отец, за любовь! Умножаю, преломляю и раздаю всем. Спасибо, дорогие сыны, Андрей и Ольга, Нуржамал, Сакен, Сауле, Зауре и вся небесная семья. Благодарю за ваши молитвы, помазания и высвобождение чудотворной силы, за вашу любовь. Елена Вчера попросила окунуть меня в купальню. Сильно болела печень, а еще и нога. Я на нее не могла встать, она от боли подкашивалась. После обеда все прошло, и я до вечера еще и поработала, подрезала виноград. Слава отцу моему, я люблю его. Аллилуйя! Антонина Вчера вечером после ужина я выпила стакан молока. Все было хорошо, но перед сном я стала ощущать дискомфорт в животе и боли. Я легла в постель, положила руку на живот и начала молиться, высвобождать помазание, исцеление, нетление на свое прославленное тело. Включила закон отрицания. И все так, как учит наш любимый пастор Андрей. Не помню, как заснула, спала как младенец, утром стала совершенно здоровой и бодрой. Позавтракала, помолилась в зуме, и все прекрасно, нет никакой боли и никаких симптомов расстройства. Аллилуйя! Слава отцу нашему небесному за драгоценного сына Божьего Андрея, нашего любимого пастора, за то, что открыл нам глаза и научил нас всегда помнить, кто мы и где мы находимся, применять силу и власть, данную нам отцом. Благодарю, благодарю, благодарю тебя, отец, ты такой отец! Ольга, Сашка опять прошла УЗИ. В этот раз сказали, что размеры матки почти в норме, небольшие отклонения, незначительные. Странно. Вот это мне прислала Сашина бабушка, за которую молились ходатай. Ей ставили диагноз «бесплодие детская матка». Наталья, мы продали квартиру, и пришло давление, непонимание, что делать и куда ехать. Два варианта было или остаться работать, или пастор говорил об облаке славы и торжества. И я послушно стала входить в торжество. И в один день выплатили оставшуюся сумму за квартиру, внучку взяли в садик, привезли контейнер, который месяц не могли привезти, сын сдал на права. Это такая слава, такое устройство. Спасибо, отец и сын, и дух животворящий, наш Андрей и Оля. Вы для нас все. Обожаем вас и очень любим, и благодарим. Елена, мой муж только один раз присутствовал на воскресном эфире, и получил исцеление от папилломы. Через несколько дней у него была колоноскопия кишечника. Очень переживал. Пастор Андрей сказал, как папиллома отвалилась, так и с кишечником будет все хорошо. И сегодня пришли анализы. Онкологии нет. Слава, слава, слава. Спасибо, Андрей и Оля, дорогие наши. Спасибо пастору, что он все успевает не только читать, но и отвечать. Аллилуйя. Спасибо, Отец, за нашу небесную семью. Райпа. Во время торжества в Алматы Нуржамал попросила, чтобы мы встали и в свободном хождении образовали молитвенный поток и стали молиться друг за друга. Вообще, я на торжество приехала тяжелая. Пришлось преодолеть контроль на разуме и вошла в поток. В это время пастор Сакенага ходил между сынами и молился. Подошел и ко мне, Дуну, высвобождая помазание. Меня сразу же отбросило и стало смеяться, и постепенно я погружалась в помазание. На следующий день, когда проходила портал, во главе пастора Сакенага, Нуржамал и сынов Казахстана, плотину прорвало. В меня влился поток радости. Это слово «радость» пришло еще до торжества, но я еще не знала, как понять до конца. И тут не только подтверждение, но и в полное раскрытие пришло, что я — это радость. Одно из имен Отца Иисуса — радость. Я все это записала на диктофон. И эти дни вкушала, и не было насыщения. Вчера пришла после работы и стала все это конспектировать и вникать. И все это меня пропитывало. Сегодня утром почувствовала легкость, радость. Тяжесть ушла полностью. И как будто я стала выше. И весь день было легко, радостно служить тем, кто просил помощи. И еще казалось, простое дуновение, а нет, оно животворящее. По приезду заметила, что внучка чешет за ушком. Не придала большого значения. А вчера после конспекта, укладывая ее спать, она опять беспокоит и чешет за ушками. Смотрю декорация, аллергия, или как у грудничков доктора говорят, диатез. Краснота, отек. Помазали маслом. И было побуждение дуть. Дую и проговариваю. Дух животворящий. Ты нетленна. Утром ушла на работу. Сейчас смотрю кожа, нормальные окраски. Никакой красноты, никакой мази и таблеток, никакой диеты для мамы. Все ключи, которыми снабжал нас пастор Андрей, работают. Нужна только практика, осознание и вкушение того, кто ты есть. Благодарю, помазанники, за поток помазания, за покружение в торжество и возрождение меня в том, кто я есть, избранный сын, своего любящего отца. Сыны Кыргызстана, призываю бывать в живую на торжествах. Скоро будет у нас. Вутри славы, о 23 февраля 2023 года, пастор Андрей учил наступать на страхи и выбирать тот единственный путь, ведущий к благословенной жизни. Приглашаю на торжество в Бишкеке. Даты будут озвучены. Наталья Сегодня утром, когда наши любимые Андрей и Оля молились, я поймала себя на мысли, что стафилококк уходит от меня. Дух Святой наводил порядок в этот момент в своем храме, а у меня до этого слезились глаза и все декорации от этой инфекции были. И моментально все высохло и очистилось. Чудо! А еще Дух Святой напомнил мне, что я пропустила исцеление от анзелита. Врачи в свое время говорили вырезать мне миндалины. Их не послушала и не заметила, когда произошло исцеление. А сегодня, когда появилась эта пробка в горле, я сказала «нет!» Я буду свидетельствовать о славе Божьей. Наблюдала до вечера, и она исчезла. Аллилуйя! Спасибо, пастор Андрей, за все уроки, трансляции неба, за свободу, которая пришла, за огромное количество откровений. Невозможно передать словами ту радость, которая пришла в мою жизнь благодаря небесной цивилизации. Спасибо всем вам за поток любви. Преломляю, умножаю и раздаю. Мария, В последнее время я очень часто созерцаю в молитве тишины и чувствую, как мое тело погружается словно в транс. На днях ко мне приезжала знакомая, которая делает компьютерную диагностику. Перед тем, как поехать за ней, я пребывала в молитве и телом переживала Бога. Это был вечер, и я ощущала в теле усталость и небольшую ломоту. Она подключила к моим запястьям щипцы и оставила в спокойствии. Я в этот момент опять вошла в молитву и видела видение и ощущала его присутствие. После 10 минут она выдала мне результат. Говорит, что у меня все показатели между 85 и 93 из 100, что такого она никогда не видела. тех, кого она диагностировала до меня, уровень энергии сил был до 30 из 100%. После мой муж прошел диагностику и его резервы организма были на 50%. Я подумала, что не могут у меня быть такие показатели, что у нас с мужем такая разница. Я прошла диагностику еще раз и еще больше погрузилась в молитву созерцания. И что вы думаете? Показатели поднялись до 99%. Но самое главное, первая диагностика показала, что мой возраст меньше на 6 лет, а вторая на 7 лет. Представляете? 5 минут осознанной молитвы ввел мое тело и активировалось нетление. Муж также захотел пройти диагностику повторно и во время теста начал молиться. Его уровень энергии поднялся на 10%, а возраст снизился с 45 на 42. Вывод такой. Осознанное погружение о размышлении о Боге омолаживает наши тела, поскольку меняется частота вибраций. Для нас это великое доказательство того, что мы – Боги. Мы способны управлять Господом и творить, влиять и изменять материю своим присутствием. Женщина-врач была очень удивлена. Такого она еще не видела. Наталья. Огромная благодарность за эфир драгоценной, любимой пасторы Андрея и Оля. Во время молитвы вспомнила, что у меня ведь тоже есть что рассказать. Про то, как лишний вес потерялся, и привычки пищевые изменились. Это началось во время поста, когда я 3,5 дня питалась чудотворным светом. Само осознание, что я не лишаю тела пищи, а просто перевожу на другой рацион, легко позволило пройти это. Я коротко делилась именно тем, что было легко. А вот про то, что в день уходила по килограмму, не написала, так как подумала, что все опять вернется. Но вес не вернулся, а продолжал снижаться. В начале поста у меня было почти 70 килограмм при моем-то росте. И в какую-то одежду я просто уже не влезала. Пыталась похудеть, давая организму физическую нагрузку, но без особых успехов. Скину килограмм, а через время наберу полтора. Причем, когда я уходила в пост, цели похудеть не было, было просто желание сделать так, как пастор Андрей сказал. А потом, когда пост закончился, я заметила, что совсем не хочу сладкого в виде конфет, печенек и прочего. Не хочу хлеба, колбасы. Овощи как-то лучше стали заходить в любом виде и килограммы продолжали уходить. Даже будучи в Турции на торжестве, видя изобилие всяких вкусняшек, я оставалась к ним совершенно равнодушной, не потому, что заставляла себя, а потому, что организм не требовал. Совершенно не хотелось пирожных, булок и так далее. Короче, на сегодня у меня 61,5 килограмма необыкновенной легкой стили. Все, что вы транслируете, дорогие, все работает удивительнейшим образом. Мышление меняется, жизнь меняется, все вокруг меняется, килограммы уходят. А еще, у меня несколько месяцев подряд была боль в правой груди, и я думала, что пойду на обследование по возвращению с торжества. А сейчас могу сказать, что даже не заметила, в какой момент этой боли не стало совершенно. Аллилуйя! Сила жизни, не предстающей, течет всегда. Нетление действует в прославленном теле. Спасибо вам огромнейшие, драгоценные пасторы Андрея и Оля, что открыли для меня потрясающий мир Сына Божьего, где каждый может быть не просто пассивным зрителем или заслуженным служителем, а реально наслаждаться этим подарком от отца, который называется жизнь, и управлять из наслаждения. Эльмира! Я долго сидела в печали, финансовые затруднения, а тут я пока не поняла, каким образом мне на пенсионную карту пришла сумма, превышающая в два раза мою пенсию. Это чудо! Так меня взволновало, я почувствовала себя сыном моего отца и сразу вспомнила слова Андрея, когда он сказал мне, не надо надеяться на пенсию и зависеть от нее. Папа все приготовил. Это такое благословение, я пока ничего не понимаю, но понимаю одно, что у папы все готово, он все знает, он всегда любит. Благодарю отца тысячу раз и пастор Андрея за наставление и вовремя высвобожденные слова для меня. Благодарю, люблю, и это не закончится никогда. Дорогие, высвобождаю на всю небесную цивилизацию помазание на финансы, преломляю, умножаю, раздаю. Аноним. Во время эфира была молитва за вес, и Андрей сказал, может даже сейчас это происходит, и вы вместе с телефоном бежите в туалет. Это была я. Так и было. В животе такое начался гул, все тело начало гореть, и я сильно начала потеть, и мне мигом хотелось побежать в туалет, и телефон был в руках, и не хотела его оставлять. После слов токсины выходят, шлаки уходят, и во время всего этого меня прямо прорвало в прямом смысле. Когда я нажала на кнопку унитаза, извините за подробности, я думала, что я смываю какое-то болото. Я пошла, легла, и сразу же почувствовала такую легкость сразу же после эфира. Это еще пару раз произошло. Я не знаю, сколько килограммов, но в объеме точно ушел живот, с которым я с радостью делилась в молитву. На два размера точно в объеме живота похудела, и даже талия нарисовалась. Я начала их гладить и радоваться, что может он действительно кому-то очень нужен. И я почувствовала очищение внутри физически, меня немножко трясло, и был жар, но я понимала, что это. Я просила минус 20 килограмм, но думаю, намного больше, на 5 килограмм точно. У меня из-за веса в последние лет 7 нет нормальных фото, потому что я не хотела фотографироваться и, наверное, не любила своего круглого лица и живота. После фотографирования я всегда фотки удаляла. Слава отцу! И еще готова поделиться своими килограммами как минимум на 20 килограмм. Хочу быть стройной и красивой, как вы, Оля, и снова полюбить себя. Благодарю моего драгоценного пастора и, конечно же, вас, Оля. Аноним. Оля, спасибо за молитвы, утро славы, где вы молились за женское, приняла исцеление, нет кис в груди и несколько лет была гиперблазия в матке. Сходила на УЗИ, наша сестричка тоже в небесной цивилизации проходит практику повышать квалификацию и мы посмотрели вместе. Ничего нет. Слава отцу! Виктория. Перед самым отъездом в Турцию дочь сообщает мне, что произошла авария, ее сильно стукнули сзади на перекрестке. Машину я и раньше отдала, а доверенность не делала. Последний день остался куча дел, а тут еще и это свалилось на мою голову. Но пришлось браться, иначе не выплатят страховку. Вот и сделала. Начальник ГАИ послужил ангелом. Он сказал, и мне сделали копию техпаспорта за несколько минут. Но когда я спросила от нежданности, может, надо что-то заплатить, он вдруг сказал, ничего платить не надо. За все, слава Богу! Я, ошарашенная, поехала к нотариусу и сделала доверенность тоже очень быстро, с большой скидкой по оплате. А теперь вишенька на тортике. Ремонт машины обошелся в 400 долларов, а страховку насчитали почти в 1000. Вот так все получилось в связи с этой аварией. И доверенность я сделала перед отъездом, и компенсация затрат на ремонт выплачена в 2,5 раза больше фактической. Аллилуйя, папа! Спасибо тебе! Слава, слава, слава! Мы в потоке! И все это последствия, обучение на курсе Меч Соломона. Теперь мышление такое, что сын говорит, нет убытков. Все возвращается с прибылью. Спасибо любимому пастору! Валентина Недавно я упала, после чего начала сильно болеть нога. Не сразу, а постепенно. Пришлось вызвать скорую. Были такие боли, что не идти не могла. Большой палец ноги так болел, что не могла одеть даже тапочек. Думала, перелом, гипс и долгое лечение. Пришли переживания. Думала, живу одна, как буду справляться. Когда ехала в скорой, пришло местописание. Кость праведника не сокрушится. Пока ехали, я говорила, отец, написано, кость праведника не сокрушится. Повторяла, повторяла и повторяла. Привезли, сделали снимки. Я еще ударилась грудной клеткой, поэтому сделали два снимка и сказали, что палец цел, нет перелома, а ребро сломано. Объяснили, что делать и отпустили. Была ночь, шла с трудом. Такси в этом месте не было, но доехала. И всю дорогу, пока шла, ходьбой, это правда не назовешь, я говорила, отец, я не принимаю перелом. Ребра, кость праведника не сокрушится. Так написано. И пока ехала домой, повторяла это. И какое было удивление. Легла спать с такими болями, а утром просыпаюсь, как будто ничего не было. Палец не болит. Одеваю обувь, и нет никакой боли. Поехала в поликлинику утром, сделали повторный рентген, ребер, перелома не нашли. Такая радость и чудо явное. Сын приехал на второй день, переживая, и увидел, что я хожу и даже не хромаю. У него слов не было. Он показал свой палец и ноги с синяком, говорит, что тоже был ушиб, и он месяц не мог ходить, лечил. Вот так отец исцелил чудным образом. Спасибо Богу. Очень, очень благодарю тебя, драгоценный папочка, за исцеление, иначе пришлось бы мне долго лечиться. Спасибо. Наталья. Лишние килограммы ушли, ушел живот, который начинался от желудка. Муж с утра сам дает вечерю. Деньги пришли на карту 22-го, хотя аванс 27-го. Чудеса. Устройство и свет пришли в круг моей жизни. Спасибо любимым Андрею и Оле. Алена. Сегодня, слушая рождественский эфир, когда пастор высвободил слово об исцелении мочевого пузыря, я почувствовала внизу живота тяжелый поток воды животворящей, которая переходит в масло. А потом увидела, как этот поток загружается в голгал, и вся боль и тяжесть внизу живота исчезли. И такая радость нахлынула. Сижу, смеюсь и веселюсь у экрана. А потом слезы, а потом опять радость и смех. Благодарю, отец. Благодарю вас, Андрей и Оля. Оксана. Я тоже была на торжестве в Турции и получила свободу от гормональных таблеток. Шесть лет я принимала эти таблетки, но когда переставала принимать, мне было очень плохо. Так вот, я помню, как на четвертый день торжества я подошла к нашим любимым пасторам, чтобы поблагодарить их за все. Я призналась, что у меня день рождения, ожидая чуда, пастор Андрей высвободил для меня подарок, когда я приехала домой, я перестала принимать гормоны, так как я себя стала хорошо чувствовать. Большая благодарность нашему отцу за Андрею и Олю. Очень вас люблю. Ева. У нас в штате был ураган сегодня утром. В 7.15 я завезла машину и оставила прогреваться. И она закрылась, и дверь примерзла. Что только я не делала, но не могла открыть. С раннего утра до позднего вечера я уже смирилась и села смотреть Андрея и Олю. Рождественский выпуск. И во время молитвы послала огонь Божий и поняла, что дверь разморозилась, побежала вниз во двор и, ой, чудо, дверь открылась. Для меня это было настоящее. Светлана. Во время воскресного эфира, когда поступило свидетельство о исцелении мочевого пузыря, меня осенило. Я что-то почувствовала, но не поняла почему. Я никогда не думала о себе, что у меня проблемы с ним. Но на самом деле я просто забыла, ведь постоянно смотрю трансляции и принимаю. У меня после третьих родов мочеиспускание было бесконтрольно. То есть я хожу в туалет, когда вставала с унитаза, продолжала течь моча. Я не могла это контролировать и это раздражало. Но я вспомнила, что этой проблемы нет и я не раздражаюсь по этому поводу. И вспомнила я только, когда произошло чье-то исцеление в эфире, как будто ангел напомнил этой проблемы. Нет. Аноним. У меня и моих детей, которые сейчас живут в Украине, так много всего, чем я делилась с вами. Но в этот раз я просила папу о чем-то неординарном для нас, чтобы вас порадовать. И вот любовь отца так велика. Из-за происходящего в стране и проблем с электричеством моя младшая дочь решила возобновить свое творчество, с помощью которого она могла бы иметь доход. Для этого ей нужен был аппарат, который стоил 230 евро. Исходя из ситуации, она думала, да хоть бы БУ. Папа познакомил меня с людьми и через них купили новый аппарат. Еще они благословили меня деньгами, собрали посылку 20 килограмм с фонарями, свечами, при этом я ничего не просила. Находясь в этой стране, я не могла никому ничего пересылать из славы. Сейчас Аллилуйя, он показал мне путь, и я могу благословлять, я в восторге. Дети слушают только ваши молитвы и то, когда есть связь, видят, как все работает, чему вы учите. Исцеления происходят быстро. Я молилась, чтобы они не слышали происходящих декораций, и они не слышат, и уже не боятся. Я могла бы еще много писать, но я просто скажу «благодарю, благодарю, благодарю», а остальное высвобождаю в молитве. Ирина, примерно 9 лет назад у меня была пневмония, и с тех пор я несколько лет боялась, что заболею снова. И если была простуда, я бежала в больницу и не пила все назначенные лекарства, в том числе антибиотики. В следствии этого микрофлора кишечника была убита. Да, весь ЖКТ работал плохо. Дошло до того, что года три назад я перестала есть мясо, потому как мне было плохо, когда я его поем. Чтобы просто ходить в туалет, я пила бактерии и очистительные чаи. Я стала питаться только растительной пищей, сильно худела, но хотя бы не было запоров. Потом просто пришло желание снова есть мясо, и я его ела, но пила бактерии. В это время начала смотреть прямые эфиры с пастором Андреем и вами. Было то лучше, то снова не очень, но сейчас уже как пару месяцев все хорошо, особенно после торжества в Турции. ЖКТ работает отлично. Спасибо вам и слава отцу! Наталья. 7 марта я получила свободу от климакса. Женщины знают, что это такое, когда каждый день незаметно приходит типа наплыва. Слава отцу за эфир 8 марта! Я понимаю, что это фантом болезни и тут же являю власть. Я говорю нет этого. Я говорю нет этого и это нет. Спасибо, пастор Андрей. именно пастор Андрей. Я так сильно через вас чувствую любовь отца. Спасибо! Нина. Оля читает чье-то свидетельство, что исчез грибок на ногах. Я смотрю, а у меня на большом пальце ноги не стало грибка. Ноготь стал розовый и когда он ушел, знает только отец. Аллилуйя! Ирина. Освобождение от душевных привязок. Мастопатия ушла. Сосуды и протоки в груди чистые. Ушла боль. Не прощупываются уплотнения. Еще выходит много слизи. Такая любовь Духа Святого. Обнял. Умиление. Таю, как мороженое. Слезы, смех. Я воскресла из мертвых. Ныне услышала трубу. Ты прекрасная моя, бегущая по волнам. Свет великий, свет воссиял. Аллилуйя! Святой Отец слава! Благодарю всю НЦ, вас, Андрей, Оля. Вы мой отец. Благодарю! Аноним. В эфире пастор сказал, вижу улыбающуюся женщину перед зеркалом. А перед этим он провозгласил, что кровотечение прекращается прямо сейчас. Я чуть не упала, но постеснялась сказать. Может, еще не одна я расплылась в улыбке, подумала. Пошла в ванну и удостоверилась, что кровотечение остановилось. И как удар током обо мне, там, за три-девять земель, увидел? Вау! Так и сознание потерять можно! Жанна. Я работала в психбольнице, на кухне. 60-70 человек в отделении. Постоянно руки в воде, посудомоечной техники не было. Три года мучаюсь с руками, болят, пухнут, а один палец перестал сгибаться. Пастор Андрей высвобождал слово, и я приняла, и почувствовала прикосновение, в костях тепло и приятное чувство, и палец почти выпрямился. Я верю, декорация мира ушла из моих костей и рук. Многие пациенты просили хлеба в больнице, но врачи запрещали им давать хлеб, аргументируя тем, что могут подавиться. Я прятала в карманах хлеб и кормила этих связанных больных, и никто ни разу не подавился. Конечно, на меня писали докладные, и сегодня я исцелена. Аллилуйя! Лариса! У меня сильно заболело ухо, боль жуткая, терпеть было тяжело. Я в Италии, лекарств нет, попасть к врачу тяжело. Послушала вас и начала провозглашать, что тление переходит в нетление и получила исцеление. Валерия! Хочу поблагодарить нашего Господа и сказать спасибо драгоценным Андрею и Ольге. Когда-то Андрей молился возле моря и отец сказал ему, что все, кто учатся на курсе Меч Соломона, не останутся без внимания отца. Как я поняла тогда, отец явит славу в жизни каждого, кто открывает ухо и сердце для учения. Так и случилось в моей жизни. Господь помог решить вопрос, связанный с получением материнского капитала, после чего многие материальные проблемы были закрыты. Я верю, что это слава отца. Ранее нам говорили, что это невозможно в нашем случае, но только не для отца, дающего руку помощи и славу своим сынам. Спасибо огромное, Андрей, за этот курс, за ваши послания отца. Аллилуйя! Наталья на работе помолилась за одного парня, у которого трубка была выведена и сказали, что так до конца дней. Я спросила, давай помолимся, мысленно сказала помазание и сказала просто все будет хорошо. И вот трубку удалили и все заработало без нее. Серега, сынок, спасибо, папочка, Сереге сказала про Андрея Яковишину, но я его еще увижу, пообщаемся. Ангелы, храните его. Отец такой отец. Наташа, 21 февраля я отправила просьбу о молитве. Бабушка Люда, 83 года, очень сильная простуда была. Я два дня пыталась верить, потом отправила в купальню. Через пару дней позвонила, ее положили в больницу. За две недели ей стало легче, ее выписали домой. Сейчас ей лучше и ковид прошел, слава Богу. У нее не было еды, по вере пришли люди, купили ей поесть. Надеюсь и артрит, что ее мучает, уходит прочь. Иногда она звонит, плачет от боли, и я с ней в слезах. Надеюсь исцеление проявится сильно и мощно, и не будет артрита. Кости, как молодые снова, аминь. Хвала и слава вся небесному отцу. Спасибо наставникам Андрею и Ольге за собрание хороших людей, сильных в вере. Всем ходатаем спасибо за отклики и молитвы. Чудеса в действии. Аллилуйя, аллилуйя. Богу слава и хвала. Ирина, я прошла все курсы. Благодарю Андрея и Олю, что живу новой жизнью, в обновленном разуме, с нетленным телом, здесь и сейчас. Я не жду Бога, я хожу в Боге, а Он во мне. Что произошло за последний год? Уехала к дочери в Берген, прошла в 66 лет курсы норвежского языка, научилась общаться на бытовом уровне и не только. Молюсь за моего мужа по-русски и по-норвежски. Мы вместе принимаем причастие каждый день. Отрадно видеть, как вместо плача и пепла отец дал ему сладостный елей и праздничные одежды и привел безутешного прежде находящегося в декорациях разрухи, депрессии, страха человека к новой жизни. Мы поженились в Тарье 9 мая. Это и есть венец плод наших отношений. Мне 67, ему 68. Он был вдовцом. Теперь я жена ему официально. Не думайте, что это так просто решается сейчас в Норвегии для русской пожилой женщины. Но это в миру. Для папы нет ничего невозможного. и для нас тоже. Света. Даже тут в чате пообщаешься, почитаешь и как будто наяву побывала в собрании. Поэтому мне всегда хочется что-нибудь написать. И когда я пишу, сразу чувствую духа животворящего. Лариса. Я так в небесную цивилизацию и попала. Ввалилась случайно на курс созерцательной жизни. Опьянела мгновенно в духе. Вдруг ощутила, что всех тут очень люблю. Хотя никого не знаю. Снежана. Я исцелилась от диабета. Слава Иисусу! Анна. Я начала созерцать с вами и увидела в духе, как я купаюсь в чистом океане. Потом на меня сошла сила и я начала смеяться одновременно с Андреем. А потом я начала рыдать. И какой огонь был в теле! Снежана. Бог возобновил мое общение с дочерью. Много лет не общались. Спасибо, папа. Лили. Слава отцу! Спасибо, Андрей и Ольга. Моя мама уже полгода не пьет таблетки от давления. Благодарю! Аллилуйя! Светлана. Я тоже решила посмотреть на палец на ноге. А там не стало грибка, который был много лет. Ноготь сейчас красивый. Галина. Головная боль полностью прошла. Ушли ломота в костях и жар. Совершенно здорово! Спасибо Ходатаем! Аллилуйя! Айгуль. Первый раз почувствовала себя счастливой. Ушли стрессы, боль. Квитка. Ушел грибок с ногтя на пальцы ноги. Три года был, а теперь нету! Аллилуйя! Слава отцу! Нелли. Во время эфира прошла боль в желудке, пришла бодрость. Спасибо, кудесники Андрей и Оля! Людмила. А со мной примирился сын. Много лет не общался. Лили. Уже давно у меня проблемы с желудочно-кишечным трактом. То забивается желчный, то желудок стоит очень неприятно. Но в прямом эфире 6 марта у меня заработал желудок и я почувствовала себя намного лучше. Благодарю, отец! Наталья Когда Андрей молился, я начала сильно зевать, без остановки, хотя была уверена, что свободна. И накрыла до слез. Также очень коснулась бегущая по волнам. Валентина почувствовала освобождение от депрессии и шея вытянулась из плеч. Спасибо папе за свободу. И что-то происходит в голове. Феррая Только сейчас пришло понимание, что в купальне Вефезда это то, о чем говорит сейчас Андрей. Немедли, обери свое исцеление быстро! Ильсияр До эфира болел желудок, а во время эфира боль прекратилась. Слава отцу! Алла Пять лет назад Оля молилась о продаже квартиры. Цена была выше рыночной. после молитвы продана. Сегодня верю и жду чуда продажу дома отцовского и двух квартир. Снежана У меня происходит восстановление желудочно-кишечного тракта. Возобновилась его работа. Спасибо отец! Елена Произошло изменение душевного состояния. В доме нет любви и понимания. А на эфире просто отпустила. Спасибо отец! Наталья Сестре нужна была квартира. Я приняла по вере смотря ваш эфир. Вы молились и провозглашали расширение и квартира пришла! Слава отцу! Надежда Сколько помню себя с таблетками от давления не могла расстаться, хотя и пыталась не один раз. А сейчас уже третий день не принимаю и давление в норме. Безмерно благодарна отцу за вас мои Андрея и Оля. Ольга Спасибо Андрей и Ольга настроение улучшилось. Я отпустила недопонимание ситуации которые пришли в мою жизнь. Аллилуйя спасибо папе. Ирина Я благодарна вам дорогие Андрей и Оля. Я полюбила своего мужа. За 12 лет не могла принять его как своего супруга. Было замужество по расчету. Он меня очень любит. И вот глядя на вас я тоже его полюбила. Ольга Вы освободили дешевые билеты на школу Павла. Мало того что прямой рейс из Шимкента открылся так и билеты купили меньше чем за 200 долларов. Мария В этом году я купила себе машину. Первая моя машина. Я сказала отцу сын хочет машину и вот она у меня есть. Отец чудесный и щедрый. Татьяна Ой а я оказывается уже не принимаю таблетки от давления пять месяцев уже если не больше. Слава отцу. Лиля Я не принимаю таблетки от давления больше трех месяцев. Я тоже только вспомнила. Аноним Сначала стеснялась об этом говорить. Стала свободна от похоти нечистых истязающих фантазий. Весь стыд дьяволу Богу слава. Светлана меня прошла изжога уже несколько месяцев назад. А я заметила это только недавно. Слава отцу! Слава